Так настало время разъезда. Сегодня 3 июля. И в лагерь уже собрался. Все собрали палатки. Через час мы будем отъезжать. Наш главный организатор, духовный наставитель, мастер-класс органайзер Антон вместе с Богданом. Дохнали для нас все это время. Спасибо им огромное, что они для нас сделали. Мы сейчас возьмем обратную связь. Андрей, скажите, пожалуйста, вашу связь обратную. Что за это время, вкратце пару минут, что вы получили, находясь здесь? Вот ваш фидбэк. О, я получил очень много. Это общение с природой, с людьми. Очень интенсивно было. Очень много практики, очень много осознания того, что ты являешься частью природы, частью социума. И что тебе может быть комфортно в любой ситуации, везде. Когда ты здесь и сейчас, ты чувствуешь себя наполненным и счастливым. Супер. С чем уезжаете? С отличными, классными, позитивными эмоциями. Уезжаю отдохнувшенька, будто отдохнул 14 дней. Не 2 дня, а 14. Насколько интенсивно, да? Да, насколько интенсивно. И суперова. Благодарю вас. Суперова. Так. Кубик, Рубик. Не хочет ничего сказать. Он в обиде на всех. Так. Так, простите. Так. Друзья, кто хочет дать фидбэк, обратную связь? Сережа, дадите обратную связь. Осторожно, осторожно. Дайте обратную связь, что вы... Какие ваши впечатления, ощущения? Я ехал за отдыхом, я его получил, тренинги, компания «Хороший социум», который наполняет энергией. Не дошли неделю. Отдых. С чем уезжаете? Так, кто уезжает на первом ходу? С чем? С чем? С чем? С чем? С чем? Отлично. Отлично. Со столиками. Андрей? Андрей, ваша обратная связь. Дайте нам обратную связь, что произошло за все это время, что... А, вот сюда, вот, вот сюда. А, вот сюда. Дайте свою обратную связь, что произошло, что вы почувствовали, находясь на острове. В общем и конкретно. В общем и конкретно. У-у-у. Дороги взялись. Даже те, кто уедут сейчас. Это все круто, ребята. Дима, я не знаю, почему заразу едут. Честно. Это для нас или для тех, кто будет смотреть. Ребята, все круто. В следующий раз приезжайте и берите еще больше своих друзей и наслаждайтесь каждым днем, который вы здесь проведете. Ребята, становитесь в круг. Ребята, все в круг. Ребята, все в круг. Энергию земли. Акула. Скорее всего, энергию земли. И любите друг друга. Участвуйте во всяких мероприятиях подобного типа. И мы не обращаемся. Нам надо обращаться обязательно. Больше общайтесь. Больше обнимайтесь. Больше целуйтесь. Больше занимайтесь сексом. И с чем вы уезжаете? С чем вы уезжаете? Мы уезжаем со своими камнями. Отлично. Отличное настроение. Замечательно. Мальчик-девочка. 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 Ребята, всем спасибо. Было очень круто. Очень круто, что вы приехали. Я вот хотела вам еще пару конечных упражнений классов провести. Но не успели. Ничего страшного. Значит, так надо было. Поэтому давайте наш клич. Он тут шелся-салка. Ну что это? Я слушаю, девочки. Он внимательный. Это для сосредоточенности. Уезжаю. И последнее прощание. Прощалки-обнималки. Ух~! Ух! Ух~! 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 Я не смогу этим паспортить. Я не смогу этим паспортить. Я не смогу этим паспортить. Скажите, ваше впечатление о том, как все проходило, что было хорошо, что вы думаете, можно было бы сделать еще лучше в следующий раз и вообще общие впечатления? Я думаю, что в следующий раз можно чуть больше людей собрать. Это был такой пробный выезд. Я считаю, что он удался. Мне все понравилось. Мне понравились очень люди. Я удивлен и новым людям, которых я увидел. Удивлен, как раскрылись те люди, которых я уже знал. Я не буду сейчас на личности переходить, но были люди, которых я в жизни знал. Они мне не очень нравились. Я даже немножко был расстроен, что они поехали. Но тут увидел их с другой стороны и думаю, что это в будущем наладит наши отношения к жизни. Как вы думаете, что помогло людям в реальной жизни? Что помогло людям раскрыться? Что позволило вам узнать их вдали от цивилизации, от обычной повседневной жизни? Я думаю, что тут уходят какие-то маски, которые городские, понты какие-то. Тут мы все одно стадо, одно племя. Мы все тут вместе. Мы все должны держаться друг друга для того, чтобы выживать, кушать, не знаю, спать крепко. И множество практик, которые помогли сплотиться, начиная от знакомств, заканчивая обменами энергии и прочими всякими историями. Это все помогает познать людей лучше просто. Я не думаю, что люди поменялись тут. Я думаю, что мы познали друг друга больше. И они сняли свои повседневные маски, которые носят обычно в городе, где много суеты, много агрессии. Обычно мы встречаемся когда? После работы, когда люди зашоренные, когда люди уставшие и не могут открыться так. Тут у нас было три дня расслабухи и кайфа. И люди показали себя такими, какими они и есть на самом деле. Отлично. Спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу работу. А где у нас Антон? А где наш Антон? Антон, Антон, Антон. Антон, я хочу вас украсть немножко. Дайте нам, пожалуйста, вашу обратную связь. Что с чем, какие ваши впечатления от того, что происходило, какие были сложности, какие были трудности, что бы вы хотели сделать по-другому в следующий раз и ваше общее впечатление о том, что здесь произошло. Всегда хочется улучшать. Это понятно. В любом случае, даже во время проведения, смотришь всегда, где можно сделать лучше. И уже по ходу понимаешь, где можно покреативить, где можно, возможно, не вкладывать столько времени, придать там денег, да, какой-то один вопрос, а лучше вложить во второй, он более эффектный, более эффективный, эффективный, нужный для людей. Это по организации. По, в целом, проекту хочется как-то, понятное дело, его расширять, больше в него, еще больше вложить такого вот баланса между психологическим и духовным воспитанием. И одновременно, чтобы это было как-то и трендово, да, и интересно, и чтобы была как фишка такая, знаешь, как современная фишка, но в случае, чтобы она развивалась, да, то есть даже, чтобы она понравилась человеку, который первый раз, да, в такой сословке, первый раз в таком отдыхе, но ему комфортно было, да, то есть войти сюда, вот что очень важно, человек, который, да, не подготовлен к этому, чтобы ему было просто войти в это состояние, это, вот это важно. И, и в целом, ну, на самом деле, меня даже удивило природа, насколько здесь интересно, хорошо, я просто помню детство, когда вода и сосны ели, вот такой... Пионерский лагерь. Да, это такое сочетание странное, да, ну, казалось бы, да, зачастую, это пальма там или ходит, там даже листевое дерево возле воды, а тут сосны, это, ну, это цепляет. Это комаров не так уж и много, это вообще замечательно. Я скажу, что я вообще ничем не мазался, ничем не брызгал, я удивлен, что они меня практически не кусали. Ну, это самый вкусный вкус, да. А что вы, как вы видите, ваш проект, это первый проект у вас был? Здесь именно, да. Как вы видите дальнейшее развитие этого проекта? Дальнейшее развитие, ну, в идеале, конечно, это какие-то новые направления в плане тренеров, в плане практик, можно привлечить в новых мастеров. И я думаю, ну, лично мне бы хотелось провести тренинги по креативу, то есть мастерное мышление, я его изучаю, я это знаю, постоянно практикую. Планируете ли вы провести еще такие же выезды в этом году? Конечно, мы летом, я думаю, мы будем каждые две недели, мы каждый месяц. Супер, тем более мы находимся в Киеве, в часе езды от центра, в общем-то, очень прекрасно, замечательно. Что хорошее, скажите, особенность расположения этого острова, что для тех, кто нас слушает? Итак, особенность острова, это... Чем это уникально, это место? Да, это буква Г перевернутая, и мы как раз находимся в заливе. Я забыл, как эта точка называется. Вершина угла, правильно? Это вершина угла. Я просто здесь математикский, дипломированный. Мы находимся в вершине этого угла, в этой точке. Буквально через 150 метров находится внутреннее озеро, небольшое, очень красивое. Кстати, такое ощущение, как будто ты находишься в большом джакузи на природе, просто очумительно. Теплющая вода, красота такая, вау! Вода теплая, да, вот именно днем. А по утрам почему-то тоже она экстремально теплая. Она держится, потому что внутри же земля-то долго остывает. Ну, да, и вода. И еще одна фишка, что здесь вот почему-то вода чище, скорее всего, это потому что Десна и Днепр. Проходит, да, да. Проходит, и видимо, что я там почищаю. Ну, относительно вообще всех мест, в которых мы были, здесь самая чистая вода. И большой, крутой, красивый пляж. Я уверен, что Ярослав его снимал, показывал. Очень, очень мало людей, которые, мало посторонних, в основном здесь только люди, те, которые приезжаются на катерах. То есть, очень ограниченное количество людей, которые здесь. И, в общем-то, плюс мы, можно сказать, так, remote location. То есть, мы отделены от общего количества людей. От общего количества людей, поэтому... Обнимай, мы... Мы... Покидает первая группа, уже по восьмого, вторая группа будет через полчаса. Все. Спасибо вам тоже. Спасибо, был рад вас видеть. Уверен, что мы еще увидимся. Сто процентов. Будем там это, чу-чу-чу, иногда. Алис, спасибо вам за все. До свидания. Итак, мы возвращаемся к тому, чем уникальнее, чем притягательнее, какова притягательность этого места, которое находится, в принципе, в часе езды от центра города. Чем мы можем... Чем будет интересно новым посетителям, новым членам команды появиться на этом острове в составе вашей команды? И что здесь хорошего они получат? Ну, на самом деле, где бы ни находилась хорошая компания, и везде будет круто. Понятное дело, когда новый человек есть, для него эта компания Шрёдингера, непонятно, хорошая она или плохая, правильно? Понравится, комфортно будет или нет. Поскольку здесь, ну, я стараюсь, как бы, делегировать политику полного демократизма в отношении, да? То есть, ну, принимай человека таким, как он есть, да? И именно поэтому я считаю, что всем будет комфортно. То есть, хочешь там побыть сам, побудь, хочешь с кем-то пообщаться, пообщайся, хочешь потусоваться, потусуйся. Хочешь насладиться компанией, пожалуйста, костёр, поспать, делай, что хочешь. И к этому добавляется ещё и хорошее место. То есть, хорошее компания, в хорошем месте, хорошее настроение, интересное занятие. То есть, можно просто провести пару дней где-то, и непонятно, интересно будет или нет. А здесь точно будет интересно, потому что, скорее всего, это вы или этого не видели, или вы видели, но с другими людьми. Основными людьми, даже какой-то определённый структурный опыт, он всё равно выглядит по-новому. Новые какие-то впечатления, новые знания. Что вы для себя увидели здесь нового, узнали нового, как тренер, как организатор на этом острове? Ну, в целом, понятное дело, я посмотрел, как мы ведём себя в своей команде организаторской. Именно у нас достаточно сложная была организация. И то, как себя проявлял, смотришь, как себя лучше проявлять, где недосчёты какие-то, где себя нужно улучшить, что исправить вообще в своём отношении к делу. Понятное дело, ты на этом примере анализируешь вообще все свои примеры. Ну, то есть, все свои действия, направления, которые другие. Или смотришь, как тебе комфортнее коммуницировать с командой, ещё больше сплочаетесь. Понятное дело, будет анализ, понятное дело, будет разбор, что сделать лучше, как круче. В общем, мы уже, мы всё ещё здесь, мы наслаждаемся этим местом, но мы уже в восторге от того, что мы делаем, собираемся делать дальше. Отлично. Что лично для себя вы открыли нового, находясь на этом острове? Что под Киевом есть крутая природа. Я просто второй раз в палатке, поэтому для меня, да, для меня это было поначалу дико, но тем не менее, прикольно. Очень круто, интересно и проект дал намного больше впечатлений, чем я ожидал. Даже несмотря на то, что я большую часть времени провёл на кухне, тем не менее, атмосфера, она насыщает. Приятная вот эта усталость, фидбэки людей, атмосфера, их впечатления, их глаза, то, как они разговаривают, то, что они видят, то, как они этим делятся. Ты по крупицам составляешь то, чем они там занимались. Поднимались. Ну, очень, очень, очень интересно. Это как собирать ребус. Ребус такой, который тебя же самого и вдохновляет. И с чем вы уезжаете с этого острова? Позитивом и силой! Акула-банана! 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 Спасибо вам огромное. Спасибо вам за все, что вы для нас сделали. Спасибо тебе. Замечательно. Спасибо вам, Андрюш. Намасте. И вот отъезжающая группа, первая группа на таком большом причале, на такой большой лодке, которая говорит до свидания этому острову, до новых встреч. Прекрасный остров, затерянный остров, но мы его нашли. Для нас он оказался новым островом, который мы отыскали среди множества островов, находящимся на территории залива Большого Днепра и Десны города Киева. Всего лишь в часе езды от центра города. Друзья, что может быть прекраснее, не надо ехать далеко для того, чтобы почувствовать это прекрасное место. Соединиться с природой, зарядиться позитивом. Вот они, остатки. И вот это здесь еще раз посмотрим. Это прекрасное место, прекрасный залив. По утрам сам бегал. Очень хороший песок. Бегать достаточно далеко. 5 километров можно пробежать. Очень здорово. Прекрасный песочек. Кстати, чем хорошо, здесь чистый песок. Где-то нет намула. И еще хочу сказать, что против солнца будет снимать. Андрей, ты думаешь, против солнца снимает, да? Андрей пытается сделать уникальные снимки природы. У него особенный фотоаппарат. У меня такого не получается. Итак, вот, напоминаю, это наш райский пляж. Вот в ту сторону я бегал. Песочек очень хороший. Людей практически нет, как видите. Здесь сюда добраться можно только на лодками и другим транспортом. Ну, либо, если что, вплавь, переплыть с той стороны в рукопашную. Очень классный песочек. И что еще хорошо. Дно довольно глубокое. Буквально пару метров отойти и уже будет глубоко. Здесь немножко вот тина мы видим, да? Но там дальше буквально за тем человечком, который рыбалкой занимается. Где катер уже. Там довольно-таки резко, глубоко, плавно сходит. И очень глубоко чистая вода. Чистая водичка. Несмотря на то, что это как бы залив, конец его. Тем не менее, вода здесь по кругу ходит. И... Эй, клич! И вода здесь чистая. И идет поток. Она здесь незастойная. Прекрасное, тихое место. Друзья, скажу вам сам, что, в общем-то, побыв здесь всего лишь навсего два дня, ощущение, которое я испытал, мне показало, что я здесь был целую неделю. Очень много впечатлений, прекрасных впечатлений. Во-первых, это групповые практики, это познание себя, развитие своих внутренних энергий, интуиции. И просто научиться быть здесь сейчас, в этом моменте. На все это было направлено в виде практики. И... С чем я уезжаю отсюда? Ну, прежде всего, с хорошим настроением, конечно же, с личным прекрасным настроением. Познакомиться с многими хорошими людьми. Когда ты находишься с определенными людьми, ты раскрываешь свои новые способности, свои новые возможности. Познаешь других людей, познаешь себя. И все вместе соедет уникальное ощущение от того, что что-то новое приходит тебе, что-то новое ты открываешь. И это помогает тебе все больше раскрывать свои способности и возможности. И опять же, повторюсь, что прекрасно, чем хорошо здесь, очень уникально. Всего лишь в часе езды, друзья. Всего лишь в часе езды от центра коррора, в принципе, общественный транспорт. Я говорю про общественный транспорт. То есть я добирался метро, мы добираемся на станцию метро Минской. А станция метро Минская буквально 15 минут мы находимся на берегу реки Днепр. Оттуда лодка еще 10 минут, в принципе. Вот все, что нужно для того, чтобы попасть на этот уникальный остров. Где, в общем, сколько прекрасного мы уже обнаружили. В общем-то, все, пожалуй, на этом заканчиваю. С вами был Ярослав Мудр-Воронцов. Увидимся с вами на ближайших тренингах, семинарах, которые мы проводим. Кстати, в ближайшее время у нас будет семинар технологии семейных отношений, развития отношений с нуля, начиная со знакомства, для создания семейных отношений. Для большей информации о наших ближайших тренингах и семинарах обращайтесь на наш сайт, пожалуйста, как всегда, vedadom.com. Друзья, ну что ж, хочу всегда вам пожелать любви, счастья, радости. С вами был Ярослав Мудр-Воронцов. Любите себя, любите всех вокруг. Любовь вернется вам в столице. Я что-то уже начал заговариваться. Ну, все прекрасно и замечательно. Жизнь прекрасна. Да благословит Господь на ваши благие поступки. Намастя. Субтитры сделал DimaTorzok